Данил, поздравляем тебя, во-первых, с первым голом, он стал первым для нашей команды на сборе. Как вообще игра с чукаричками проходила? Как, на твой взгляд, чего не хватило в итоге, чтобы победить? Спасибо за поздравления. Приятно забивать в каждом матче, особенно в первом матче сборов. Матч, в общем, такой был сложный, можно так сказать, потому что он был первый, и у нас есть и новые игроки, с которыми надо сыграться. И состав у нас был, ну, считай, мы в этом составе никогда не играли вместе, может быть, это как-то сыграло роль. На тренировках мы наиграем, разные ситуации, ну, будем прогрессировать, будем расти, стараться в каждом матче выигрывать. Но это сборы, нагрузки, и все равно мы играли почти без замен, поэтому мы 70 минут продержались вообще хорошо. Там пропустили вот этот ответный мяч, когда при счете 1-0 выигрывали, 1-1, такой быстрый мяч пропустили. В остальном игра была, в принципе, на нашей стороне, инициатива, но пропустили быстрых два мяча в конце матча. Если поговорить о результате, насколько он важен вообще на сборах, или все-таки здесь самое главное – это сыграться, как ты сейчас сказал, много ребят новых пришло все-таки? Ну, может, первый матч и результат, можно сказать, на втором плане, но всегда, в любом случае, каждому футболисту хочется выигрывать, и поэтому, конечно, надо давать результат в любой игре, потому что это игра. Даже на тренировке, когда ты играешь, там, пускай дыр-дыр, как мы называем футбол, хочется выиграть, начинаешь там катиться, заводиться всегда, это нормально, это так должно быть. Ты уже упомянул относительно физики, как показалось, действительно, минут 70-75 Арсенал действовал, во-первых, на равных соперников, во-вторых, физически никак не уступал. Какие вообще нагрузки сейчас дают тренерские штабы, и чувствовались ли они вообще в игре? Ну, вообще, тренерский штаб нас подвел к этой игре, все равно была достаточно свежесть в организме, но все равно мы все это время тренировались в двухразовом режиме, только перед игрой мы одноразовую тренировку сделали и вышли играть. Ну, по себе лично могу сказать, ему не всегда легко, в принципе, поэтому, в общем, о мужиках, как, ну, вроде как, тоже неплохо, но при этом все равно я знаю, что такое сборы, и видно по людям, что немножко тяжеловато было. Если в целом взять вообще прошлый сезон, для тебя он получился фактически первым полноценным в Премьер-лиге, ты сейчас уже почувствовал эту самую уверенность, которой, может быть, не хватало в первом сезоне? Наверное, не то чтобы уверенность, а как-то какой-то опыт получил, больше опыта стало, да, конечно, хочется играть еще больше в каждом матче, каждый матч по 90 минут, и давать результаты, и помогать клубу. Вообще, нынешний сезон, ты для себя какие цели, задачи ставишь, все-таки ты сейчас являешься как одним, среди молодых, одним из лидеров? Ну, наверное, основная задача, это также продолжать играть стабильно, давать результат, забивать, и становиться полноценным лидером команды, наверное. Для тебя все стремительно, в последние месяцы происходит сначала юношеская сборная, затем уже молодежная сборная. Как вообще молодежная сборная, насколько было приятно получить этот самый вызов? Безусловно, это было очень приятно, приятно было дебютировать, плохо, что не получилось забить, были моменты, но ничего, все впереди, впереди отборы на евро, думаю, будет все хорошо. Хорошо, безусловно, конечно, очень приятно играть за национальную сборную. Дополнительную ответственность какую-то теперь имеешь? Конечно, чувствуется ответственность, потому что и тренерский штаб требует, и все равно ощущаешь себя уже по-другому, как сборником, наверное. Ну и заключительный вопрос, Арсенал в новом сезоне, уже перевернута, к счастью, глава с прошлым сезоном. Как сейчас команда, в каком психологическом состоянии подходит к новому сезону? Ну, мы не вспоминаем прошлый сезон, он был очень сложный, мы его обговорили, обсудили и закрыли на этом тему. Сейчас начинается новый этап для клуба, для многих футболистов. У каждого из нас есть шанс проявить себя, показать, и будем стараться как можно выше держать позицию в чемпионате. Болельщики, они, наверное, уже тоже соскучились, судя по тому, что они пишут, что хочется увидеть уже домашний матч. Вы, наверное, тоже соскучились? Конечно, хочется услышать родную Тулу, стадион. Для меня он вообще стал очень родным, потому что это первые игры, первые голы за Арсенал. Поэтому, конечно, хочется уже вернуться домой и начать чемпионат.